это вадим постников я начинаю сегодняшнюю беседу беседа будет короткой но посвящена чрезвычайно важной теме а именно недобросовестность ну длинные слова хотя но по-русски произносится очень легко это не такое как вот противное осуществление там там тяжелой тяжелый есть переход вот и вообще люди не пользуются таким словом осуществление вот они добросовестность ну старается тоже не пользоваться по другой причине потому что добросовестных людей ну так и добросовестного поведения это все-таки редкость экзотика особенно если мы имеем дело с государством мало того причем с любым здесь я не погрешу против истины вот и так недобросовестность формулу я нарисовал потратил какое-то время и сделал черное солнце это не черное солнце пустыни прекрасном на фильме а это просто черная 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 тема недобросовестность если тема это наконец что-то мне удалось приковать внимание хотя бы небольшое то теперь я скажу вам скажу вам о том что недобросовестное осуществление гражданских прав описано в статье 10 гражданского кодекса написано плохо написано очень плохо но смысле стилистическая конструкция совершенно неудачно вот поэтому пришлось для того чтобы я был понят теми людьми которые не обладают вот таким изощренным в нем и нет у них времени на то чтобы следить вот за этими изгибами дурацкой мысли чтобы следовать вот по всем этим лабиринтам чтобы наконец сделать вывод я все слова сохранил все слова сохранил которые написаны в законе ничего не добавил ничего не убавил но единственное что я сделал я сделал структуризацию я поставил каждой позиции дефис и у меня получилось ну теперь понятная формула и так в законе написано не допускается осуществление гражданского прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу даже так дальше не допускается действия в обход закона с противоправной целью далее не допускается иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав в скобках злоупотребление правом не допускается осуществление гражданских прав в целях ограничения конкуренции у вас сразу зюзина не допускается осуществление гражданских прав а также в качестве злоупотребление доминирующим положением на рынке на рынке на рынок это не колхозный рынок а рынок например услуг ж Rups там там злоупотребление доминирующим положением .... ну я например поставщик электроэнергии и отрезаю топором обрываю провода но это же злоупотреблении Доминирующим положением. Других я не имею возможности другим обратиться. Вот только вот эти топорники. Ну и как положено, если это доминирует положением, у них избыток денег. Для того, чтобы отключить электроэнергию, достаточно появления одного человека. Они приходят, как правило, толпой. У них очень много денег. Они вот даже появлением избыточного количества людей, они злоупотребляют. Они пугают. Они показывают, что с ними бороться бессмысленно. У них очень много лишних денег. Ну вот. Значит, вот это все не допускается. Это декларация. Не допускается. А что же делать дальше? Значит, они этим занимаются, недопускаемыми действиями. Ну и что дальше? А дальше? А дальше? Это мы процитировали. Мы изложили часть первую статьи десятой. А дальше? А дальше идет часть вторая. Тоже так же плохо или так же плохо? Ну и тем не менее, вот как я ее препарировал. Ну вот, вы же можете представить селедку. Ну не просто хватаешь и жрешь. Надо ее порезать, надо ее разломить, надо лук там разложить. Надо разложить ее не на тарелку, а в длинненькую посуду, чтобы она повторяла контуры. Ну как-то приготовить, черт возьми, чтобы все это сочеталось. Так вот, часть вторая статьи десятой. Там написано так. В случае несоблюдения, пальцем показывает вот это, то, что я перечислил. То, что написано в пункте первом статьи десятой. Суд, фу, выдохните, отказывает в защите права, принадлежащего праву, вот этому топорнику, который свет дает, отказывает в защите права. Но я вам говорил, формула вообще все сделана не очень доброкачественной. Полностью или частично. Опа! И уже оговорка. Частично. То есть не разрешается отрубать топором, а только ножницами. К примеру, вот эта вот половинчатость, это недоговоренность, это позволительность все-таки. Отказывает полностью или частично. Тот нарушает полностью, злоупотребляет. А вот в случае несоблюдения, а отказывать ему, ну не хочется. Ну как бы он, да, вот полностью или частично. Или принимает там другие меры и так далее. Это уже пустые слова. Пустые слова. Мы берем только существенные. Так вот, уважаемые участники нашей конференции. Так вот, если мы возьмем, выпишем на карточку эти слова, и мы можем приклеивать практически каждому иску, практически каждому иску, касается он частных домов или многоквартирных, касается он РСО или жилищных и коммунных услуг, касается ли он еще каких-либо услуг, там коммунальных услуг, оказываемых управляющей организацией через эту организацию, а не на прямых договорах. Во всех случаях мы видим, что гражданские права осуществляются или исключительно с намерением причинить вред, как это делают топорники отрубающие электричество. Или в обход закона. По закону вот как полагается. Процедура-то вот какая. В рамках договора. Процедура такая, действие в рамках жилищного законодательства. То есть значит договора. По закону полагается указать нарушенные права, а вы их не указали. То есть вы идете в обход закона. Ну вам же вот написано, как мы раньше говорили. Прямо пойдешь, значит, голову потеряешь, налево пойдешь, потеряешь. Туловище наоборот, голова сохранится. Ну какие-то там слова, альтернатива. Вот. Куда бы ты ни пошел, что-нибудь потеряешь. Ну в общем, да. Или ноги из тебя выдернутся руками. Ну кругом потери. Ну ты выбираешь. И идешь в обход. А. В общем, туда идти нельзя. Туда. Надо идти в обход. Да, тебе подсказывают. А здесь всегда идет в обход. То есть во всех случаях, как только появляется судебный приказ, как только отменяется судебный приказ, и разумные, ну считающиеся разумными такими обстоятельными и положительными люди пишут, теперь ждите. И ждать нечего. Ну совершенно понятно, что пойдут действия в обход закона. В обход закона пойдут. Или иное. А вот сейчас еще раз ваше внимание. Иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. То есть законодатель признал, что если вы действуете в обход закона, это уже заведомо недобросовестное осуществление граждан. Это уже злоупотребление правом. То есть два предыдущих дефиса указывают на то, что это заведомо недобросовестное. Всегда заведомо. То есть вы знали, что это недобросовестное. Если вы наугад вот стреляете, выхватил и выстрелили на звук, то это вы же не знаете, кто там враг, не знаю, кто там появился. Вот. А этот точно знаете. Вы точно знаете, что этот вот, вот этот конкретный человек, который вам ничего не причинил, который идет по каким-то делам нужным, вы его убили. Вот. То есть вы ведали. Вы ведали корень ведома. Вам ведомо, что нельзя это делать. Но вы все-таки осуществили эти права. Злоупотребили своим правом. А уж что касается ограничения конкуренции, то тут, как говорится, слов нет. Ура, привет. Как это? Минутку. Вы получили иск от Зюзина в районном суде Зюзинском, на территории Зюзинского, в Зюзинской управе. И вообще. Минутку. Так это же, вы же ограничили конкуренцию. Ваша управляющая, ваше управа назначила кого-то. Вы ограничили появление в Зюзина Бирюлёва, например. А мне предпочтительно Бирюлёва. Возглавляет эту управляющую организацию. Очень симпатичная, значит, дама. Вот. И как раз по росту она так привлекательна. Италия, да. Не говоря уже о прическе и сумочке за 500 евро. Вот, да. Мне предпочтительно Бирюлёва. И я провел, как активный гражданин, да, и высоко ценящий женской красотой, особенно сумочек. Я провел агитацию. И люди готовы. Вот Бирюлёва. Ну вы же, вы же, минутку, вы же ограничили возможность. У вас же нет. Вы ограничили. Мы берюлёвцы. Вот. Вы нас ограничили. Конец света. Идите, идите лесом. Всё. Или злоупотребили доминирующим положением. Конечно, злоупотребили. Кроме вас никого здесь нет. Вот. Вы что хотите, творите. Вы вот то-то, то-то. Вы за одним словом. Здесь. Вот прямо как в пушкинской сказке. На, на, туда, значит, налево. Сказки что-то направо. Ещё чего-то. Песни. У вас такое богатство под ногами. Вот десятые садья. Что вы что угодно вытаскиваете. Туда песню, туда сказку. И вытаскиваете, и разнахиваете, и по мусалам, и по мордам этим лупите. И у противника вообще нет ничего. И говорите. Суть-то должен отказать. Да, у него есть право. Вы не платите. Плачу, не плачу. Это третий вопрос. Но он-то злоупотребляет. Он злоупотребляет. Значит, всё. Он не приложил. Он злоупотребляет во всём. Он не приложил подтверждающих документов. Он не приложил. Он не направил копию. Во всём злоупотребляет. Любое, любое действие, которое или бездействие, вы переворачиваете и завёртываете вот в этот фантик. Он злоупотребляет. Он с намерением причинить вред. Если не направил, не направил копии надлежащим образом, то он исключительно с намерением причинить вред нам. Исключительно. Только для этого не направил. Он же экзамены сдал, сука, этот. Он же за экзамен сдал. Значит, он знает, что надо направить. Хотя в экзаменах этого и может не быть. Да, но нам это не касается. Мы нагнетаем. Он нам не направил копию. Он действует в обход закона. Он злоупотребляет правом. Не говоря уже о том, что конкуренция ограничена. И злоупотребляет доминирующим положением. Что хочет, тот творит. Суд-то должен отказать. И вы разводите руками. Делаете вид. Ну вот как рыбак показывает размер рыбы. Вы делаете, машете руками. Ну вы же должны отказать. Машем, машем руками показывая. Вот. Я что-то не понимаю. А почему они не отказали-то? Вот. Ну он же в обходе. У него есть право. Конечно. Да, 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 да. Абсолютно правильно. Но он злоупотребил правом. А у вас есть обязанность. А это не ваше дело. Мои обязанности. У меня четыре обязанности, которые указаны в конституции. Все остальные в договорах. Все обязанности в договорах. И в этом отношении, статья 153, жилищного кодекса, на который вы пытаетесь мне навязать, что я обязан платить. Вот. Обязан, конечно. В каком порядке? В порядке, установленном законом. Вот когда порядок этот будет соблюден, конечно, я заплачу. Я заплачу в три раза больше за 10 лет вперед. Мало того, чистым золотом. Прямо с литками принесу, возьму тачку. Вот. И выкопаю из огорода весь золотой запас. Вот. Да. Как только вы соблюдите порядок. Но вы между нами. Они никогда не смогут соблюсти порядок. Потому что он заложен в закон так, что его соблюсти невозможно. Поэтому. Да. Так вот. Закон такой. Ну так вот. Такие законодатели. Тут уже ничего не поделаешь. Вот. И законодатели думали, что все остальные глупее их. Только один догадался. Силуанов. Что бизнесмены умнее законодателей и всегда найдут способ, как не заплатить налог. Ну. Силуанов догадался. Он член ночной лиги. Он участвует. Он великий человек. Он очень умный. Раз играет в хоккей ночью. А тогда же его играть. Да. В ночной лиге. Значит, он умный. Ну, для, так сказать, на уровень правительства. Он подходит. Да. Ну, в рот. Значит, весь текст формула 24 я изложил. Вот, пожалуйста. Найдите возможность вчитаться. Я знаю, что противно. И жилищный кодекс противен. И гражданский кодекс противен. И ГПК вам противно. Ну, найдите возможность. Прочитайте эту формулу и статью десятую. А так для себя запомните. Десятка. Очень легко. Продолжение следует.